Всем привет! С вами сегодня снова Виктория Крокус и сегодня я снимаю покупки из зоомагазина для моих собак. В этот раз я вам даже покажу лакомства, потому что давненько их не было. Все закончилось, я немного купила. Кому интересно, вставайте со мной. Приятного просмотра! Мне хотелось купить для Шарлотты новые дождевики, потому что два ей стали маленькими. Так как она их носила, когда была подростком, сейчас она уже совсем выросла, уже взрослая. И ей ее старые дождевики стали чуть-чуть узкие. Бедра в груди, то есть в таких местах, где она заматерела. Один новый, который я ей покупала, он ей оказался большой, я его по интернету заказывала. Я решила с ней пойти в зоомагазин, померить дождевики и уже купить, чтобы точно знать, что они ей подойдут и не будут узкими. Я хотела купить один, но мы померили два. Я планировала один где-то за 2000 купить, но увидела еще второй очень хороший, он был недорогой, поэтому я взяла два. Первый это фирма Дейзи, насколько я знаю. Вот такой вот красивый. С гитарами. В общем, очень красиво украшенный. Серый с розовым. Тоже он по спинке на 30 сантиметров идет. Когда вот на улице грязно, дождливо, чтобы шерсть не пачкалась. Ставлю фотографию, как она в нем выглядит. И дождевик этот в размере М стоил 1230 рублей. Первый дождевик вот, а второй дождевик 703 рубля. Вот сейчас я вам его покажу, тоже как Шарлотка в нем выглядит. Ставлю фотографию. Это такой типа спортивный, малиновый, с голубым. Мы такой хотели для Синди купить, но мы купили другое. Такое взяла для Шарлотты. Тоже такой же для девочки. Животик весь закрыт. На дождливую грязную погоду. Теперь у нас есть хорошие дождевики, потому что из всего того, что у нас есть, мне только два устраивают, а остальное все какое-то не очень хорошее. Тем более на смену, например, когда утром и вечером дождь, они не успевают досохнуть. Из некоторых вообще в Шарлотты лапы вылетают. Эти же отлично. Сели, она там прошлась в магазине. Очень красивые, внешне очень нравятся. Второй дождевик называется Малина-бирюза дождевик. Была медальон из ягненка. Вот такие. Очень Шарлотт их любит. Ну и все любят. И для Синди органик с лакмастой. Такие маленькие сердечки от Сорти. Так как сейчас ее учим различным командам, дрессируем ей вот эти вот. Как раз таки можно будет давать небольшие. 120 рублей вроде бы стоили они на подшопе. Я их высыпала вот в такую вот баночку из-под лакомств Мнямс. Из нее будет удобно доставать. Пахнут они, кстати, так же, как лакомство Мнямс. Игрушка Конг для щенков. Я ее заказала с eBay, потому что у нас в зоомагазинах продаются только для средних и больших собак. А для щенков и для маленьких собак нету. И поэтому я заказала. Мне дошла за месяц. Стоила она около 500 рублей. Вот сделана в США. Как всегда. В общем, я думаю, многие из вас знают. Это игрушка для того, чтобы занять собаку, если вы уходите на долгое время. Там еще разные пасты продаются, чтобы вот сюда вот внутрь положить. Можно консервы там внутри замораживать, фрукты, мясо, лакомства разные. Все, что хочешь. Собака будет долго занята, выгрызать оттуда. Это прям самый маленький размер. Я думаю, можно было даже чуть-чуть побольше. Ну ладно, может быть, в шарлотке так будет удобнее. Я приготовила консерву. Оплавс вроде бы. Достаточно хорошая консерва. Консерва в желе. Состав тут у нас куриная грудка, ягненок и овощная желирующая основа. То есть, я сейчас вот этой вот ложечкой заложу в конг консерву и уберу в морозильник, наверное, на час. Чтобы у шарлотты это было как мороженое, чтобы она выгрызала, кушала. Потому что такую консерву она ест быстро, а замороженную она будет есть дольше. Ну и, конечно же, это я не сама придумала. Есть даже специальный сайт с рецептами для конга. Можно всякое там готовить. Очень удобно в маленькую, конечно, класть. Если бы была побольше, было бы удобнее. Ну ладно, как-нибудь сейчас запихну. Еще покупки из зоомагазина. Я купила самые маленькие пулеры, которые вышли только совсем недавно. Много о них слышала и решила тоже попробовать. Потому что вот самый маленький пулер, который был до этого момента вообще у фирмы Color и у нас. Это пулер мини. Стоит он около 400 рублей. Тоже был заявлен как для маленьких собак. Но вот это вот для карликовых пород оказалось нам удобнее. Можете посмотреть, вот насколько видна разница. Я специально вам показываю. Пулер микро стоил 269 рублей. Тренировочный снаряд для собак до 5 килограмм. Почему-то той тарьер. Ну, русский той. Чихуахуа, грифон, шпиц, крольчатакса, йорк и прочее. Ну и тут, как всегда, что можно как играть. Укреплять здоровье собаки. Делать собаку более послушной. Экономить время. Бег, прыжки, вытягивания. Мы очень любим вытягивать. В перетяжки играть. И также Шарлотка любит за ним бегать. Очень классный снаряд. Я люблю пулеры. И все мои собаки любят пулеры. Как бы фике вообще обожает. Шарлотта с этими стала очень хорошо играть. Мы уже пару вечеров ходили гулять с этими пулерами. Она играла. И также они очень легкие. Помещаются мне даже в кармане. У деревенских лакомств футиные шашлычки нежные. Было на долгое время, но собака при этом не объедалась. 90 грамм в такой. 195 рублей. Покупаю такие в третий раз. А такие, по-моему, уже в седьмой. Палочки куриные от деревенских лакомств тоже. Собакам нравятся. И также витамины Конвит Мульти. Мне нужны были немного другие, но их там не было в наличии. Поэтому я взяла такие. Но главное, что фирма Конвит. 335 рублей стоили. Кормовая мультивитаминная добавка с природными антиоксидантами. По одной в день надо давать собаке. Моей. Немного вкусняшек, потому что давно очень не покупала. Несколько месяцев. Тем более, видео о зоопокупках выходят с опозданием. Купила от деревенских лакомств куриные рулетики. Потому что у нас не было маленьких погрызушек. Когда я ухожу из дома, чтобы дать собакам, были только снеки дрессировочные и большие косточки. Стоили 209 рублей. Я такие беру часто. Специально взяла для щенков, чтобы сразу можно было дать и Синди, и Шарлотте, и Фике. Дальше новинка от деревенских лакомств. Витамины для кожи и шерсти. Еще такие были для щенков. Но я взяла не потому, что я думаю, что это прям супер-пупер витамины, а просто как лакомство давать. Здоровая кожа, нормализация линьки, высокая поедаемость и блестящая шерсть. Вот две штучки в день надо давать. Сейчас мы их дадим, потому что она меня замучила. Не даст снять ничего. Цена у них была 100 рублей. Еще были для щенков и очень много всего для кошек. Содержит биотин, снижает ломкость шерсти, нормализует линьку, продает шерсть и блеск, обеспечивает эластичность кожи. Там омега-3, пребиотик и нулин. Как бы даже пивные дрожжи содержат. Похоже на витамины 8 в 1. 120 штук в упаковке. Даю всем, даже Фике даю. Новинка от четвернового гурмана. Бриллиант лайн для собак. Индейка в желе. Монопротеинного формула. Еще было в соусе, но я взяла в желе. Потому что я помню, что Шарлотта желе как бы лучше ест, чем соус. Но я еще в соусе тоже попозже возьму попробовать. Как всегда, консервы, если я беру даже для Шарлотты, я даю всем собакам. Потому что они тогда не дадут нормально поесть Шарлотте. Индюшины грудки, желе, животный белок, масло растительное, рыбий жир. Неплохой состав. Из сайта Алиэкспресс мне пришла тарелка фризби. У меня есть хорошая, софт. Хуперлайф вроде бы называется она как-то. Эту я взяла для того, чтобы не жалко было на дачу возить. Если потеряется, то тоже будет не жалко. 90 рублей она стоила. Я взяла такого розового цвета. Хотя этот цвет был представлен как такой светло-оранжевый. Но пришла почему-то розовая. Ну ладно. Здесь такая такса. Еще с Шарлоттой не играли. Но она очень мягкая. 18 сантиметров. Думаю, Шарлотте будет удобно. Сегодня 20 июня. Я пришла из зоомагазина. Сегодня зашла в зоомагазин по дороге. Итак, первое это от Biofar. Давно хотела этот спрей. Называется он No Love. Это 641 рубль. Это спрей-отпугиватель от Кобелей. То есть, его наносите перед прогулкой, суки, на внутреннюю сторону бедра. Пшикаете, в общем. Ну, как обычный спрей. У него неприятный, отталкивающий запах. И, соответственно, Кобели и в течку не будут за вами ходить, докапываться. В общем-то, я не могу сказать, что нет отбоя от Кобелей. Потому что Кобели-то в основном у нас все на поводках. А бездомных собак по улице у нас вообще нет. И для того, чтобы, в общем-то, они не раздражали мою собаку. Ну, я думаю, эта штука будет нам полезна. Помогает оградить самку, находящуюся в состоянии течки от назойливого внимания Кобелей. Нейтрализует специфический запах. Можно наносить его столько, сколько захотите. То есть, он не вредный, никак не влияет на собаку, на течку. Но, опять-таки, если у вас дома живет Кобель и сука, этот спрей вам не поможет. Это так просто. Ну, поиграться, можно сказать. Я его попробую. Обязательно вам в титрах напишу, как он мне. Потом я купила два самых лучших паштета. Это самые лучшие паштеты, которые я знаю. Тут 100% свежее мясо и больше ничего в составе нет. По-моему, еще жилирующая добавка манже. Стоят эти консервы в районе 130 рублей. 150 грамм в каждой консерве. Состав у них прекраснейший. Свежее мясо утки 100%. У них еще есть такие консервы, как паучи. Вот они не с таким хорошим составом. Эти просто с отличнейшим составом. Я беру свои собаки паштеты и консервы. Только если там есть как минимум 65-70% мяса. А тут целых 100. И поэтому я решила взять. И также взяла еще с тунцом. Но ее я уже открыла. Давала собакам. Тут осталась половинка. Сейчас с холодильника достала. Тунец стоил 115 рублей. Он немного подешевле. Консервы эти собаки любят. Но это не консервы, а паштеты. Дальше купила такую вот легкую миску. Она с резиненным дном. Ножки прорезиненные. Не знаю, как еще сказать. Среднего размера. Еще был поменьше и побольше. Это на 400 мл. Миска Glam Small Plastic. Производитель Ferplast Italia. Я взяла зеленую. Еще был сиреневый и красный. Но мне эта миска очень нравится. Давно ее хотела. Она у нас будет для корма. И с собой куда-то взять. Но она просто идеальна. Мне очень нравится. Это было все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.